И всем привет ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодняшний видос будет связан с очень и очень интересной темой, с нашими замечательными трофеями, сегодня я разберу видеоролик, который уже появился у нас на англоязычном ютубе, но на русскоязычном у нас такого еще никто не делал, никто это не показывал, поэтому мы возьмем один очень интересный видос с информацией, которую спалили нам разработчики. Ну как спалили, катали на редчайшем страйкер устройстве, которого никто не видел в нашей игре, и на том устройстве, за которым с 99% вероятностью скрывается трофейный страйкер. Сегодня мы поговорим о той вещи, которая в моем понимании выглядит очень жестко, и та вещь, которая меня лично еще больше мотивирует набивать эти самые замечательные трофеи. Если вам подобного рода видосы нравятся, где мы разбираем интересные темы, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, по моему личному тегу на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный тег, тег, темп, дальше оформляйте покупку в магазине, то есть заполняйте форму, которая есть в описании, уже буквально через, не хочу сказать, несколько дней, но в конце этой недели будет итоги этого замечательного розыгрыша, поэтому у вас есть отличная возможность еще в него влететь, но либо же увеличить свои шансы, если вы уже участвуете. Что касаемо моих личных достижений на трофее, то я уже набил более 300 тысяч на Дикострайкера И когда я увидел видеоролик, который мне скинули, который мы вместе с вами прямо сейчас посмотрим Да, довольно коротенький видеоролик, но он уже есть на англоязычном ютубе Он взят из фрагмента Мишиного стрима Трех, получается, месячной давности, да, то есть Миша сам играл против этого устройства Но я так понял, что Миша даже и не понял, против чего он играл И он не понял, что это 16-ти ракетный страйкер, который при этом еще является новым трофеем Посмотрим на все это дело Включаю я запись, здесь в принципе можно лицезреть, да, как летит 16 ракет Это реальные 16 ракет, да, если вы мне скажете то, что, ну это же слабо Ну что это есть, 16 ракет для страйкера с трофеями Но когда я увидел то, с какой скоростью идет именно сводка этих 16 ракет Я понял, что это реально того стоит Сейчас будет как раз таки момент, где этот страйкер будет прямо вот с респа только-только лишь сводиться Да, то есть вот вы видите, только он выезжает, то есть и сводка летит моментальная То есть если чуть-чуть отмотать назад, здесь в принципе есть такая табличка на полэкрана Но в принципе она особо сильно не мешает, то есть вы видите, да, пока что нет никакой еще сводки Никакой сводки нету, страйкера еще в радиусе нету И буквально моментальная наводка, да, то есть вот моментальная наводка И сразу же, сразу же 16 ракет влетает в танк Просто с практически моментальной сводкой Еще и с очень и очень быстрой перезарядкой Вы видите, да, то есть только луч навелся Там буквально как у охотника, да, буквально как у охотника сводка И сразу летит 16 ракет Также он посчитал количество урона Где плюс-минус это около 450-500 урона за выстрел с одной ракеты То есть это по сути, мы можем даже быстро переместиться Это по сути дефолтный урон, наверное, страйкера, да, если я не ошибаюсь Сейчас посмотрим А нет, дефолтный у нас получается 900 Да, 900 у нас получается дефолтный Да, но если по резисту, как раз таки вот этот может быть 450 и летит с одной ракеты То есть вы представьте, что такое 16 ракет по 450, либо по 900 урона по бездашному танку Представьте, что это такое Насколько это большое количество урона Это не то, что ваншот тяжелого танка Это, ну, наверное, ваншот джиггернаута Если сложить все это дело Ну, плюс-минус, плюс-минус Где-то около ваншота джиггернаута будет 30-ти тысяч на хп-шного Это очень жестко Это очень жестко Но самое главное в этом всем плане Это даже не то, что, да, то есть, как бы там урон, не урон А то, что эта сводка является практически моментальной, да То есть это является самым-самым главным фактором, да И здесь наглядно даже в замедленной съемке видно, что это реально 16 ракет Ну, в принципе, и так, по такому длительному Длительному сведению Можно понять, что, ну, это явно не какие-то там 8 ракет Они летят прям очень и очень быстро Ну, и, в принципе, их использовать, наверное, на каком-нибудь там викинге Тоже особо смысла нету Потому что у тебя и так 16-ка есть То есть, если ты используешь какой-нибудь ховертанк Либо тот же диктатор То вот это может быть очень и очень эффективно Нету никаких дополнительных статус-эффектов, да Но, в принципе, если честно, они-то и не нужны В моем понимании 16 ракет с быстрой перезарядкой Это реально трофейное устройство Это реально трофейное устройство Если кто-то мне скажет, что это слабо То я целиком и полностью с вами не соглашусь Потому что если у вас есть, во-первых, страйкер, который быстро сводится И выдает хотя бы 4 ракеты Это уже круто То есть, вот представьте, что у вас есть страйкер Которым вы нажимаете кнопку сводки У этих ракет сводка, как у охотника Да, как у одного выстрела Только там вылетает 4 Это уже жестко Это уже жестко А тут вы нажимаете так же самую кнопку сводки У вас кнопка сводки работает, получается Как у охотника устройство То есть, там буквально секунда И при этом вылетает 16 ракет Просто не 4, а 16 То есть, вы можете слить тот танк, по которому вы сводились в первую очередь Дальше сделать переводку А если там танки стоят в упоре То есть, если там большое количество танков в одном месте То это просто шквальный огонь сразу уничтожает все эти танки То есть, в этом плане Мне кажется, что это очень-очень сильно Плюс, эта сводка ракет и сам полет ракет довольно-таки быстрый Соответственно, все это работает максимально-максимально эффективно Ну и как я уже сказал Когда я увидел этот страйкер с трофеями Когда я знаю, какое устройство на диктатор Я понимаю, что это реально того стоит И пора уже ускоряться Пора уже стараться бить как можно быстрее Эти самые замечательные устройства Потому что Оно в моем понимании Реально того стоит И все те игроки, которые на сегодняшний момент времени бьют Эти трофейные устройства Я думаю, что они будут целиком и полностью этим довольны Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного страйкера Что касаемо диктатора У нас уже и так было довольно большое количество информации И все уже и так знают, что это иммунка от всех статус-эффектов Но я на всякий случай просто скажу Да, это иммунка от всех статус-эффектов За исключением иммунитета от поджога и заморозки Там 50% у нас А так это иммунка от всех статус-эффектов Что является тоже очень и очень полезным делом Пишите, что вы думаете по этому поводу Обязательно поддерживайте данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok